Первый фестиваль был, по-моему, в 10-м или в 11-м году. Десятый год пиротехническая отрасль, в принципе, пытается просто выжить. Вы без какой-либо поддержки решаете организовать фестиваль фейерверков. Как вообще такое могло в голову прийти? Мы первые два мероприятия вообще делали за свой счет. Компания «Фейерверкмастер» нам помогала. А потом уже мы сделали платный вход, стали искать пиротехнических партнеров. И пиротехническое сообщество откликнулось. И мы каждый год находим пиротехнических спонсоров. Вы предполагали, что Ваша затея, длящаяся всего час, разрастется в мероприятии уже даже не российского уровня, а европейского? Конечно, я об этом не думал. Когда провели там первый фестиваль, второй, третий, четвертый, он просто становился, мы с каждым годом чуть-чуть улучшаем его. Одна из номинаций звучит как первое место по мнению генерального спонсора. Почему Вы ввели эту номинацию? Я не помню, в прошлом году она была или нет. Мы такую номинацию хотели учредить, но генерального спонсора мы не нашли, поэтому этой номинации не будет. У нас будет первое место, второе место, третье место. Потом у нас будет приз зрительских симпатий, и мы еще вручим приз по голосованию ВКонтакте. Я так понимаю, что администрация обеспечивает Вам просто безопасность, но никакого финансирования не принимает в этом фестивале? Ну, финансирования, конечно, нет, потому что это невозможно. Но там выделяют туалеты, турникеты, МЧС, полевая кухня, плюс обеспечивает охрану, ГАИ там огораживает. Ну, такой очень большой ресурс. Я почему задаю этот вопрос? Потому что лично я, на свой взгляд, считаю Смолинский звездопад одним из наиболее справедливых. Просто зачастую на мероприятиях такого уровня, когда принимает участие администрация, поддерживает города, области, неважно, люди, далекие от пиротехники, давят на жюри, на судейство, и зачастую бывает не очень справедливо. Это совершенно объективно, это понятно. Чтобы в следующем году пиротехники приехали и им дали денег, жюри должно прислушаться. У кого-то еще, кроме вас, вообще в России есть вот настолько независимые фестивали от каких-то рычагов давления, там, властных, финансовых? Ну, я этого знать не могу. Мы постоянно экспериментируем в жюри. Мы пытаемся найти инструмент, чтобы у нас было как можно наиболее справедливо. В этом году мы, допустим, пригласили в жюри всех организаторов фестивалей фейерверков. Один победитель фестивалей фейерверков из Казахстана. И нам удалось пригласить Геннадия Васильевича Шаталова, организатора ежегодной национальной премии в области событийного туризма. Поэтому мы надеемся, что в этом году оно будет объективно. Но команды все равно, которые, ну, занимают пятое место, они всегда, конечно, недовольны судейством. Поэтому мы хотим найти такой формат, чтобы это было наиболее объективно. А никакого давления, конечно, мы не оказываем. У меня даже в жюри не будет. Я могу, конечно, там дополнительный балл поставить, но я этого делать не буду. Как в жюри оценят, так и будет. Единственное, что у нас не будет ни два первых, ни два вторых, ни два третьих места. Потому что у председателя жюри, у него есть право добавить полбала. Если вдруг будет два первых или два вторых места, по баллам все впадет. Он добавит полбала, возьмет на себя ответственность. И у нас будет первый, второй, третье место. Еще мы сделали в этом году дополнительный приз. Такие кольца пиротехнические. Первое место будет платиновое кольцо, второе золотое, третье серебряное. И там будет пироп настоящий, не гранат, а именно пироп, который, ну, пиротехнический камень считается, что это кровь дракона, придает силы и так далее. Я думаю, пиротехникам такой амулет на память нормально будет. Как удалось привлечь команды международного уровня? Как вы их выбрали? Ну, это такой долгий процесс. Сначала мы обсуждаем, конечно, пиротехническим обеспечением. Они же у нас основные спонсоры. Если бы не они, то фестиваль было бы невозможно провести такого уровня. И там мы уже решаем, какие команды мы приглашаем, кто будет выступать, сами ли они свои команды предоставляют, или есть какие-то там желающие и так далее. Откуда такая любовь к изумрудному цвету? В Германии, в Пиронале, на фестиваль фейерверков, там введена техническая минута. И каждая команда стреляет, всем даются одни и те же цвета. И в этом году мы выбрали зеленый на совещании в Измайлово в январе месяце с пиротехническим обеспечением, зеленый и золотой цвет. И это сочетается с изумрудным. Ну, и мы сделали такие изумрудные мгновения. Ну, я думаю, в следующем году мы сделаем другие. Сейчас мы вообще посмотрим, приживется ли эта традиция, потому что в России на фестивалях фейерверков такого еще никто не делал, потому что на первую минуту будет без музыки. И понравится это зрителям, не понравится, как это формат отразится. Ответственность за 10 тысяч тяжело? Два основных критерия для фестиваля. Это зрелищность и безопасность. Этим двум аспектам мы уделяем огромное внимание. У нас помимо больше 100 сотрудников полиции, Росгвардии, ГАИ, дружинники, мы еще привлекаем своих порядка 80 волонтеров и ЧОП там в несколько десятков человек. То есть у нас обеспечение безопасности в районе 600 человек занимается. Поэтому стараемся максимально обезопасить. Зоны безопасности до фейерверка у нас, допустим, позволяют 150 метров. Мы эту зону увеличили до 250, а до злителя вообще, по-моему, в районе 300, чтобы даже если будет порывы ветра до 10-15 метров в секунду, это никак не отразилось. В одном из источников я прочла, что будет перекрыто Киевское шоссе. Насколько это оправдано? Киевское шоссе находится у нас с другой стороны аэродрома. С одной стороны Росовское шоссе, с другой Киевское. Там занимаются люди, смогут перекрыть, не смогут, но ограничат движение наверняка. Артисты, которые приезжают выступать, они приезжают бесплатно или вам приходится как-то оплачивать? У нас фестиваль давно проходит, у нас завязались там кое-какие знакомства в этом мире. Мы оплачиваем только, ну вот в этом году Иван Купала, который пел самым салютом, хедлайнер. А остальные артисты мы тоже оплачиваем на определенных условиях. Главная цель фестиваля – это не заработать денег. Если бы это была цель заработать денег, фестиваль был бы другой. Если у нас какие-то деньги появляются, мы постоянно вкладываем в мероприятия. Мы там думаем на 15 лет вперед, покупаем шатры, генераторы, стулья, пытаемся развиваться. Поэтому главное – это гармония. Основная идея – зрелищность, безопасность и комфорт зрителей. Стараемся максимально, ну чтобы все комфортно – пиротехники, участники, жюри. Только один, что у нас нет постоянной территории. Если бы у нас была своя постоянная территория, мы бы локализацию сделали вообще все четко. А так как у нас разные места, то каждый раз это с нуля на чистом поле нам приходится рассчитывать, чтобы это было удобно, где кого поставить. А если бы было свое место, конечно, мы бы все сделали. Я думаю, что обязательно будет. Спасибо вам огромное за такую возможность. Быть на мероприятии, где мне удобно, хорошо и здорово.